Музыка Он мыл золото и умывал руки Наш герой вовремя понял Не все то золото, что блестит И дал стране угля Сделал карьеру в Азии И нашел тихую гавань в Европе А из шахты сумел подняться На вершину списка Форбс Герой сегодняшней программы Золотые зубы капитализма Константин Струков Музыка Музыка Константин Иванович Струков Родился 10 сентября 58 года В селе Димитрово Элекского района Оренбургской области В 80-м закончил Магнитогорский горно-металлургический институт По распределению направлено предприятие объединения Караганда-уголь До 93-го года работал на золотодобывающих предприятиях Республики Казахстан и Башкирии Пройдя все ступени карьерной лестницы От горного мастера до начальника шахты В 93-м организовывает свое первое горнодобывающее предприятие на территории России В 95-м создает предприятие ООО «Восточное» В 97-м году возглавил объединение «Юж-Урал-Золото» в городе Пласте После банкротства и реорганизации предприятие стало называться «Юж-Урал-Золото» группа компаний «ЮГК» С 2000-го года генеральный директор ООО «Челябинск-Уголь» В 2007-м покидает должность директора, сохранив за собой контроль над компанией С 2000-го по настоящее время депутат Заксобрания Челябинской области В 2003-м неудачно баллотируется в Госдуму по списку партии пенсионеров Валерия Гартунга Кандидат технических наук, почетный гражданин города Пласт Награжден знаком за заслуги перед Челябинской областью Медалью «Шахтерская слава» трех степеней и другими ведомственными наградами Женат двое детей Костя Струков родился в Оренбургской области Учился в Магнитогорске, а карьеру сделал и вовсе за рубежом в Казахстане Челябинцем стал всего лишь 20 лет тому назад Как говорится, прошел славный путь от горного мастера до директора Но для идеальной биографии молодого советского рабочего не хватало одной детали Костя Струков добывал не уголь, а золото А у старателей, в отличие от шахтеров-стахановцев, в СССР репутация была не очень Стремление к быстрому обогащению не поощрялось Привычка оправдываться осталась у Кости до сих пор Это были другие времена Мы не только добывали золото Мы за сезон 140 километров дорог строили, добывали глину, строили жилье Артель была богатая, со своей техникой, уставом, дисциплиной и порядком Народ зарабатывал прилично Чтобы было понятно, человек мог год отработать, купить себе дом, машину и еще год не работать Компания, где сколачивал первоначальный капитал будущий олигарх Константин Струков Сначала называлась Каз Золото, а после развала СССР Казах Алтын В 93-м году в Южной Республике окончательно установился новый порядок И жить за границей Струкову не понравилось Старатели решили вернуться на родину В Казахстане у нас было все Дома, квартиры, машины Но мы оказались в чужой стране Хотелось на родину Мы поняли, что надо выбираться самим Надеяться не на кого Решили двигаться в Россию Нас уехало 300 человек И Струков организует свое первое горнодобывающее предприятие на территории России по добыче полиметаллов Уезжали-то с не спустыми руками И до сих пор вокруг этого переезда не утихает волна слухов О которых нам поведают золотолюбитель, цыганенок Яшка Ай-нанэ-нанэ-нанэ, я ничего не знаю Нет, тогда давайте лучше венечку Ай-нанэ-нанэ, давайте Во-во-во, правильно, иди коней воровать А я вам расскажу про слухи С собой и строители артерии Янбек Репатрианты решили забрать технику, механику и оборудование По версии казахской стороны Они совершили кражу около 200 единиц спецтехники Еще порядка 250 единиц удалось задержать на границе А по версии самого Струкова кражи не было, просто взяли свое Это, дескать, была их личная и коллективная собственность В общем, то ли он украл, то ли у него украли А осадочек-то остался Нас позвали в Башкирию У нас не было лицензии, мы работали на подряде Построили там целый поселок, но снова не сложилось И мы перебрались на Урал Тогда же никто не думал, что будет лет через 10 Все решали насущные проблемы Как детей перевезти, как квартиру купить в России А я думал, как компанию построить С самого начала, с конца 90-х, думали о большом бизнесе? Я просто хотел построить хорошую компанию Причем все ребята из артели уже жилье имели А у меня вся семья на одной кровати спала И потом я в вагончике жил 5 лет Никто тогда меня не спрашивал, как мне тяжело Ну вот как тут не пожалеть бедного миллиардера Струковское ООО «Восточное» занималось добычей драгметалла В объединении Южурал-Золото Собственником контрольного пакета, которого являлось государство Техника артели, вывезенной из Казахстана, пришлась очень даже кстати Вскоре Струков оказался в кресле гендиректора госпредприятия Которое после этого просуществовало недолго В июле 1997 года обанкротившееся предприятие получило стратегического инвестора И новое руководство во главе с Константином Ивановичем Струковым Молодая команда основала ЗАО «Южурал-Золото» В состав которого вошли основные активы ОАО «Южурал-Золото» Включая Светлинское и Качкарское месторождения А также фабрику с законченным циклом обработки имени Артема И Качкарскую золотоизвлекательную фабрику Знающие люди рассказывают, что Иваныч хоть и стал миллиардером А остался по-пролетарски очень просто в общении с людьми Подчиненные не раз жаловались на грубость, хамство И даже рукоприкладство со стороны шефа Говорят, однажды Струков лично избил главного инженера «Южурал-Золото» Владимира Белова Известен и безобразный скандал между Струковым и предпринимателем Виталием Горшковым Вокруг предприятия «Кузбасс Полиметалл» Грызня закончилась серьезными финансовыми проблемами компании Задержкой зарплаты и прекращением производства А в 2009 году под раздачу попали журналисты издания «Ла Монде» Приехавшие делать материал о состоянии угледобывающей отрасли региона Услышав неприятные вопросы о задержках зарплаты Струков резко оборвал интервью и послал их... домой Вот молодец! Константин Иванович знает, что говорит Сегодня он входит в первую сотню богатейших бизнесменов России По версии журнала «Форбс» А группа компаний «Южурал-Золото» В пятерке крупнейших золотодобывающих компаний страны Правда, Яшка? Эй, да-дэй, 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 да-эй, 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 да-эй Наш герой не любит делиться Однако, группой компании «Южурал-Золото» он официально не владеет лично Об этом расскажет наш специальный корреспондент телеканала «Рыбака» Здравствуйте, в эфире телеканал «Рыбака» И с вами я, Павел Самской Итак, основной акционер ОАО «ЮГК» — кипрская компания «ЮГОЛД ЛТД» Ей принадлежит 99,995% уставного капитала Не правда ли, эти цифры напоминают пробу золотовысшей пробы? Оставшиеся 0,005% числятся за некой Евгении Кузнецовой из Оренбургской области А о ней нам ничего не известно, кроме отчества Константиновна Кипрская компания «ЮГОЛД ЛТД» — типичный офшор Ее адрес звучит так Кипр, город Никосия, 1703, улица Кеннеди, 12 Кеннеди бизнес-центр, второй этаж А кто владеет этой компанией? Правильно, тот, кто с 93-го года привык быть единоличным хозяином бизнеса Даже имя в интернете у «ЮЖУРАЛ ЗОЛОТО» точно такое же, как у кипрской компании www.jugold.ru Но и это еще не все «ЮГОЛД ЛИМИТЕД» — крупный кредитор «ЮЖУРАЛ ЗОЛОТО» На связи со мной и с вами Анна Сомская Как сообщается в материалах компании, на собрании было принято решение о привлечении займа в размере 10 млн долларов от основного акционера ЮГК компании «ЮГОЛД ЛИМИТЕД» Средства предоставляются для финансирования текущей деятельности компании Срок займа — до 20 декабря 2014 года со ставкой 15% годовых Спасибо, голубушка, Анна! А теперь выслушаем комментарий от Антона Сомского Когда офшорная компания, являясь акционером предприятия, дает крупную суду, это всегда подозрительно Считается, что такие займы — страховка на случай банкротства и всяческих финансовых претензий А в случае со Струковым и «ЮЖУРАЛ ЗОЛОТО» все еще любопытнее Вот так вот, из одного кармана в другой 20 млн долларов, потом обратно 10 млн, потом из третьего кармана 350 млн рублей и деньги в обороте А он еще удивляется, что у него налоговая годами на предприятии сидит Подробнее об этом наш специальный корреспондент Анна Сомская Серьезные претензии предъявлены владельцу компании «ЮЖУРАЛ ЗОЛОТО» депутату САКСОБРАНИЯ Константину Струкову По данным источников знаком, Струкова в Челябинске насчитали 11 млрд рублей неуплаченных налогов Речь идет о кредитах, которые он получил на Кипре У России и Кипра есть межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения Поэтому юристы Струкова считают претензии Челябинской налоговой инспекции незаконными, говорит источник интернет-издания В последние годы больше проверяют? Скажем так, не больше, а хуже Это когда уборщицы считают, сколько на тряпок сегодня зарасходовало И спрашивают, почему 10 тряпок, а не 5? Почему так много тряпок? Это же все на себестоимость легло Где тогда прибыль? Декларирование поддержки бизнеса, когда говорят, что нельзя кошмарить предпринимателей и привлекать к уголовной ответственности Все эти заявления не то что не работают, получается так, что чем больше про это говорят, тем больше кошмарят, привлекают, контролируют Сегодня работать намного сложнее, чем в 90-х годах, просто невозможно работать А сейчас... А сейчас все, телеканал закрывается Так я... Сворачивай камеру, выключай Так трафик у нас... Канал не работает, все, давай Ушел, ушел Я понял, все Дорогие друзья, к сожалению, телеканал Рыбака Да, все, закреп Закрывается Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова